Мы отчаянно нуждаемся в особом посещении с небес. То направление, в котором движется наша мирская культура, говорит нам о том, что мы отчаянно нуждаемся в пробуждении. Мы нуждаемся в том, чтобы он спас нас от ужасных духовных проблем, в которых погрязла наша страна. Темные века были временем ухода от библейских истин, и поэтому Бог поднял Лютера к Альвину, чтобы принести реформацию в Европу. В 21-м столетии мы видим новый темный век. Это другой темный век, другой уход от библейской истины. Все это ведет нас к новому, но такому же ужасному уходу от Евангелия и Иисуса Христа. Мы видим культуру, в которой запрещают публично провозглашать имя Иисуса. Библия стала запретной книгой для многих, если не для большинства государственных школ. Чиновники теряют работу, когда начинают защищать библейские истины. Они говорят, что молитва в публичном месте должна быть нейтральной. Она не может быть во имя Иисуса. Вы можете молиться во имя Геи, Богини, Матери, Земли, молиться Аллаху или даже во имя Свое. И для них это будет нормально, но только не во имя Иисуса. Когда вы приходите в современную церковь, то многие неверно используют Евангелие Иисуса Христа. Они превращают его Евангелие во что захотят. Для них ничего не имеет значения. Индуист может оставаться индуистом, если он вспоминает хотя бы иногда об Иисусе. Буддист может оставаться буддистом, если он готов иногда обращаться к Иисусу. Мусульманин может оставаться мусульманином, если он готов иногда обращаться к Иисусу. Многие церкви сегодня учат, что всякие грехи и всякий аморальный образ жизни можно принимать, ценить, благословлять. И именно это они и делают. Они говорят, что не нужно каяться во грехе. Все, что нужно, это взять Иисуса в свое путешествие. Вот почему я всем сердцем верю в то, что мы оказались в отчаянной ситуации. Мы отчаянно нуждаемся в настоящем пробуждении или новой реформации. Называйте, как хотите. И поэтому я не удивляюсь, когда рассматриваю послание к римлянам в целом с 1 по 17 стих 1 главы. Ключевой стих, основной, это 16, в котором апостол Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Это главный стих, и не только этой главы, но и всего послания. Сегодня многие так называемые евангельские церкви благословляют однополые браки и трансгендеров, тем самым благословляя прямое неповиновение Слову Божьему, потому что они стыдятся истинного Евангелия и Иисуса Христа. И поэтому они меняют его, модифицируют, дают ему новое определение. Они считают острые углы Евангелия, чтобы деактивировать силу, которая есть лишь в настоящем Евангелии. Я знаю, что люди по-разному реагируют на слово «сила». Некоторые ощущают в ней угрозу, других она влечет, третьи хотят добиться ее. Есть люди, у которых активируется защитный механизм, особенно на силу Евангелия, а так как в имени Иисуса есть сила, которая требует покаяния и подчинения. Они пытаются изменить и ее. Они хотят ограничить его силу. Есть одно чудесное место, которое повлияло на мое служение. Находится оно в книге Иезекииля, 3 главе, 16 стиха сказано, что если страж города видит, как близится опасность и не говорит об этом, то он будет ответственен за то, что случится далее. Кровь людей будет на его руках. Однако, если он скажет, а народ не послушается его, то кровь будет на их руках. И пока Бог дает мне силы, я буду и буду говорить. Так почему же я начал 16 стиха? Как я уже сказал, это краеугольный камень, на котором строится послание. Это ключ, ключевой стих, который открывает все послание. Возможно, вы знаете, что к посланию к римлянам было написано столько комментариев, как никакой другой книги. Но, тем не менее, во многих церквях пренебрегают этим словом. Ведь, как я уже говорил, это послание влияло на христианство на протяжении столетий. И когда первая волна прошла, Бог использовал то же послание, чтобы зажечь огонь реформации и принести перемены в Европу и мир. И все это случилось благодаря посланию к римлянам. Оно зажгло страсть в сердце Джона Уэсли и принесло нам пробуждение. Все потому, что в нем находится полнота христианской веры. Все доктрины, необходимые для спасения, находятся в послании к римлянам. Но вот проблема наших дней. Церковь Иисуса Христа утратила свою силу, свое влияние, потому что изменила само Евангелие. А когда Евангелие меняется, разбавляется, то сила теряется. Оксфордский словарь дает 18 основных определений слова «сила». На греческом их 8. 8 слов. И каждый из них перевели как «сила». Я хочу показать вам некоторые из них. У них есть слово «кратос». Это слово означает «сила доминирования», «сила правления». Библия говорит, что сатана использует эту силу над теми, над кем он доминирует, над теми, кто находится в его лагере. Он использует эту силу «железного шеста». Второе слово «эксуссия» — это сила делегирования или поручения. В Евангелии от Иоанна 1 главе, 12 стихе, сказано «тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть или разрешение быть детьми Божьими». Также есть слово, которое Павел использует здесь, в послании к римлянам 1 главе. Это греческое слово «динамикос». От него происходит слово «динамит», «динамика». И это сила Евангелия. Она отличается от других сил. Сегодня многие евангельские проповедники используют свою силу, потому что они утратили силу Евангелия. Они используют силу манипуляции и маркетинга. И нет ничего удивительного в том, что они ошибочно заставляют людей думать, словно у Евангелия нет силы, чтобы менять людей, делая их новым творением во Христе. Что у Евангелия нет силы, чтобы преобразить их умы и избавить от греховной природы, сделав нас святыми. Что у Евангелия нет силы, чтобы сделать людей такими, какими их хочет видеть Бог, какими Он создал их, а не такими, какими их хочет видеть культура или они сами. В римской культуре сила — это острый меч. Сила — это железная ига. А Павел говорит, что силы Евангелия намного больше. Но почему? Потому что она разрушает железная ига греха. Потому что она разрывает оковы зависимостей, и она открывает железные врата тьмы и греха. Это сила Божия ко спасению. Возлюбленная, я не стыжусь ее. И не только это. Он также не стыдился Евангелия. Но когда я не позволяю силе Евангелия работать во мне, когда не повинуюсь ее власти, когда не верю в нее всем сердцем, когда пытаюсь жить по учениям и методам человеческим, я теряю силу Евангелия. Я теряю свою силу от Бога. Меня могут называть узколобым, ограниченным или еще как-то, но я не стыжусь настоящего. Евангелие Иисуса Христа. Потому что это сила Божия ко спасению всем верующим. Не только для меня, для всех верующих. Возлюбленная, если в Евангелии нет силы, то зачем называться христианами? Это ничего не даст. Я хочу сказать вам. В молодости, когда я ходил в другую церковь, то ощущал искушение. Давление. Плыть по течению культуры. Искушение состояло в том, чтобы быть принятым. И все это делалось под предлогом актуальности. Я ощущал это искушение. Лишить Евангелия его силы. Так же, как многие делают это сегодня. Я должен объяснить вам нечто очень важное. Вы не можете стыдиться чего-то, если только не ощущали искушение в том, чтобы постыдиться этого. Он говорит нам в первом послании к Оринфинам. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Он говорит нам о том, что понял, что послание Креста — это камень преткновения. Я со всей смелостью заявляю вам, что ни один человек, желавший служить Богу, жить ради Христа, говорить о Нем, провозглашать имя Иисуса Христа, не мог не ощутить искушение постыдиться истинного Евангелия. Послушайте. Иисус знал о силе стыда. Он прекрасно знал об этом, и вот что Он сказал. «Если кто постыдится Меня, и не только Меня, и слов Моих, я не стыжусь Иисусом». Да, но не стыдитесь ли вы Его слов? Господь ясно говорит. «Тот, кто постыдится Меня и Моих слов в этом лукавом и грешном веке, того Сын Человеческий постыдится, когда Он придет во славу Отца со святыми ангелами». В этом и других городах есть христиане, которые стыдятся отождествлять себя с церквями, исповедующими Библию. Вы знаете, что у нас есть друзья, которые любят Иисуса, которые знают Господа Иисуса, и которые мучаются каждую неделю, посещая церкви, в которых говорят ложь. Не библейские послания. Как всегда, меня немного занесло с ключевым стихом, и я забыл разобрать остальной текст, но мы еще разберемся с текстом. Надеюсь, что вы открыли Библию. Сейчас мы будем рассматривать первые 17 стихов этого текста. Мы видим, почему апостол Павел не стыдился Евангелия Христа. Первая причина открывается нам во фрагменте с 1 по 7 стих. «Из-за его личности во Христе». Это первое. С 8 по 14 стих мы видим вторую причину. Он получил Божие откровения на всю жизнь. И третье. Он знал свой источник настоящей силы. Об этом говорится в 16 и 17 стихе. Давайте рассмотрим их. Во-первых, Павел не стыдился Евангелия, потому что знал, кто он и чей он. Он знал, что его личность находилась во Христе. Во времена, когда многие не могут понять, кто они, во времена, когда модно ставить под сомнение свой пол, когда люди не видят своей личности, и многие следуют за звездами без размышления, когда многие церковные лидеры хотят, чтобы мирская греховная культура любила их. Приятно видеть, что апостол Павел знал о своей личности и своей принадлежности. Он вечный раб или вечный слуга Господа Иисуса Христа. Это приятно видеть. Я знаю, что это не станет популярно на Уолл-стрит или в среде голливудской элиты, не будет принято мирскими масс-медиа. Но, дорогие мои друзья, это лучшее восприятие личности, какое только может быть. Когда вы знаете, что все было дано вам по благодати и не имеет ничего общего с делами, это позволяет вам укорениться в вашей личности во Христе. Не упустите это. Понимаете, Павел видел себя вечным слугой или вечным рабом Господа Иисуса. Для него это была величайшая из привилегий. Величайшая честь, какую только можно получить. Есть также и другие причины, почему люди служат. Есть различные причины. Я никогда не ставил под сомнение мотивы людей. Есть люди, которые служат из чувства долга. Есть люди, которые служат, чтобы заслужить Божию благосклонность. Есть люди вроде Диатрефа, как сказано в третьем послании Иоанна, которые занимаются этим из-за престижа служения. Другие служат ради собственных целей и планов. Есть люди, которые служат, потому что это хорошо для бизнеса, как бы ни было. Вот в чем истина. Любое служение, которое делается не из искреннего желания прославить Господа Иисуса Христа, не стоит и дырки от бублика. Во-вторых, Павел не стыдился Евангелия, потому что у него было откровение. Сегодня обычный человек просто существует. У него нет откровения на свою жизнь. Но у Павла было откровение на жизнь и служение. И он говорит, что часть этого откровения состояла в том, чтобы быть с римскими верующими. Он верил, что это было Божие желание, хоть ему и понадобилось для этого больше времени, чем он ожидал. Ему пришлось пройти через множество поворотов. Он оказался в Иерусалимской тюрьме, в Кесаре, а затем на корабле, который долго плыл и разбился по пути. Это была катастрофа. Но Бог исполнил свое откровение в жизни Павла, и в итоге он попал в Рим, как это было изначально запланировано. А я молюсь за всех вас. Принимайте откровения. Это Божие откровения для вас. Если вы будете просить, Он даст его вам. Просто будьте рядом с ним, чтобы он мог передать его вам. Я знаю, о чем говорю. Когда мне было 17, Бог дал мне откровение о том, что я буду в США, и у меня будет всемирное служение. Вы можете поверить в это? Я знал об этом. После шестидневной войны закрылось посольство. Тогда я сказал, похоже, это откровение не было от Бога. Наверное, это была моя идея, но Бог открыл дверь, которая повела меня окольными путями. И это были чудесные окольные пути. Единственное место, которое было открыто для меня, это Австралия. В 19 лет я покинул Египет и полетел в Австралию. Посмотрите, что сделал Бог. Он дал мне чудесную жену. Я получил чудесное богословское образование. Меня рука положили. У меня появились чудесные друзья. Там родилось трое из четверых наших детей. Но в итоге Бог вернул меня к тому откровению, что дал мне в 17 лет. Когда вы просите Бога дать откровение, Он даст. И когда вы получите это откровение, то не будете отчаиваться, даже если вам придется идти обходными путями. Когда вы получаете Божие откровение, то это не будет откровением других. Когда вы знаете, что повинуетесь Божьему откровению на свою жизнь, то вам не нужно бояться трудных времен и резких поворотов. У Павла была не одна цель просто попасть в Рим. Мы видим это в 12 стихе. Ее цель состояла в том, чтобы отправиться туда и ободрить себя и других. Это было его видение. Вы все знаете, что одностороннее ободрение долго не продержится. Великий апостол Павел хотел пойти туда не только для того, чтобы ободрить их, но и принять их ободрение. Он не считал, что только он может ободрять и передавать ободрение другим, но и что они могут ободрить его также. Он знал, что ему понадобится их ободрение, их поддержка, чтобы отправить его в Испанию, потому что таким было откровение Божие на его жизнь. И далее 15 стих. Павел смотрел на свое служение как на обязанность, не как на обязанность, которую на него взвалил Бог. Нет, я объясню вам. Благодаря Божией спасающей благодати в жизни он ощущал бремя передать благую весть другим. Кому был обязан Павел? Богу, конечно же. Кому он платил за это? Людям. Я знаю, что многие христиане иногда воздают Богу должное. Многие христиане лишь благодарны Богу на словах. Они славят Бога лишь своими словами, но не сущностью. Но Павел считал, что находится в долгу перед Богом за спасение. Бог не навязывал ему этот долг. Он сам взял его. Он сказал, «Я обязан передать Евангелие другим». И вот в чем дело. Есть два способа оказаться в долгу. Финансовые мастера в церкви могут сказать на это «Аминь». Есть два способа оказаться в долгах. Вы можете одолжить денег у банка. Вы одолжили и оказались в долгу. Но есть и другой способ оказаться в долгу. Если брат Майк даст мне денег и скажет, «Я хочу, чтобы ты передал деньги Заку». Пока эти деньги будут у меня в кармане, я буду должен. Ведь так? Так будет, пока я не отдам их тому, кому они предназначались. Это второй метод оказаться в долгу. Именно об этом долгий говорит Павел. Бог доверил ему Евангелие, чтобы он передал его другим. Послушайте, Иисус дал вам спасение не для того, чтобы вы сидели на лавках до конца своих дней. Нет. Он хочет, чтобы вы передали его другим. Иисус доверил вам финансовые ресурсы не для того, чтобы вы потратили все на себя, чтобы вы помогли другим. Используйте их ради Него. Мы с вами должники в служении. Вот о каком долге Он говорит. Мы несем Божие спасение, Божие ресурсы, Божие благословения. Бог использовал чье-то время, чтобы донести до вас послание Евангелия. Бог использовал чей-то талант, чтобы принести вам Евангелие. Бог использовал чье-то сокровище, чтобы вы могли услышать Евангелие. А теперь Он доверяет Его нам, чтобы другие услышали и ответили на призыв Евангелия. Павел не стыдился Евангелия, потому что знал, кто он и чей он. А во-вторых, он знал, куда он шел. В-третьих, Павел знал источник своей силы. Это 17 стих. Как только вы достигаете цели, вы понимаете, что я имею в виду. Как только вы достигаете цели и начинаете думать, что сделали это благодаря своей силе, своему шарму, своему таланту и усердной работе, берегитесь, потому что вы на опасной территории. Берегитесь, друзья мои. Это правда. 17 стих. Это стих, на котором строились 500 лет реформации. Это стих, на котором ваша и моя жизнь должны строиться буквально каждый день. Здесь Павел цитирует пророка Аввакума. 2 глава, 4 стих. Праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Библия часто говорит о вере в трех временах. Она говорит о вере прошлой, настоящей и будущей. Прошлое это когда вы пришли к Иисусу Христу, исповедуя свои грехи и говоря, «Только твоя кровь может спасти меня. Ты умер за меня». Это было в прошлом. В моей жизни это было в 64-м году. Это вера прошлая. Затем есть вера настоящая. В этот день, каждый момент этого дня, я практикую веру в живого Бога, который укрепляет меня, дает силу, продвигает меня вперед, чтобы верно служить Ему. Это вера настоящая. Есть еще вера в будущем. Я знаю, что в тот момент, когда мои глаза закроются на смертном адре, я открою их перед Иисусом. Прошлое, настоящее и будущее — это все от Бога и Его силы, благодати и любви. Сила Божия привела вас к Нему в прошлом. Сила Божия укрепляет вас каждый день. Это настоящее. И сила Божия приведет вас к Иисусу на небесах. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Продолжение следует...